Представляю нас новая пара Елизавета Худайбердыева и Андрей Филатов. Ребята катаются вместе с этого сезона. И первый вопрос к Лизе. Лиза, вы с Никитой на юниорском чемпионате мира стали призерами. И для многих была неожиданность, что ваша пара распалась. Можешь сказать, почему, в чем была причина? Да, мы стали серебряными призерами юниорского чемпионата мира. Выполнили свой максимум, откатались как в последний раз. Ну, довольно символично на самом деле так и получилось, что откатались в последний раз вместе с ним. Разговоры какие-то об этом шли еще после финала юниорского гран-при. Но, естественно, было трудно, потому что три года работы и вроде хороший результат. Но дальшего сотрудничества успешного, скорее всего, бы не произошло. Потому что у нас очень разный подход к работе, очень разный взгляд на фигурное катание. Цели, может быть, какие-то и одни, просто по-разному мы хотим, может быть, чего-то. И, может быть, по-разному понимаем, как чему-то нужно к этой цели, как идти. И я бы, конечно, как бы ты, к счастью, получилось. Я очень себе хотела бы партнера, который, так же, как и я, фанатеет от фигурного катания, от того, чем он занимается, а не просто занимается этим делом, потому что всю жизнь. Вот. И поэтому приняли такое решение, совместное с тренерами, что дальнейшего сотрудничества, наверное, нам не нужно. Ну, я думаю, это было непростое решение для всех, наверное. Да, да, конечно, это было очень непростое решение. Не думайте, что я о чем-то там уже ехала на чем-то от мира с этой мыслью. Нет, конечно, когда такой объем совместной работы и результаты хорошие достаточно, трудно очень прекратить катание, и даже по возвращению в Москву из Загреба не хотелось верить в то, что все это должно закончиться. Я оттягивала этот момент, тренировки, как вышли, думала, ну, сейчас что-то поменяется, сейчас вот мы вдохновимся этой такой победой над собой, и начнем работать, и все будет классно, но уже не знаю, к сожалению или к счастью этого не случилось, поэтому трудно, тяжело, но оно так должно было быть. Как создавалась ваша пара? Как вы нашли с Андреем друг друга? Расскажите, пожалуйста, об этом. Кто из вас? Наверное, ты? Давай ты первая. Да, поскольку, как человек опытный. Ну, вообще, пробовали мы еще очень-очень-очень давно. Вот. Только-только, да, ты расстался? Да. Раньше. Не прошла неделя Лиза пришла на просмотр ко мне. Да, Андрей катался с Сашей Амельхиной. Вот примерно такая же, наверное, ситуация, просто по другим причинам пара распалась. Он сказал партнершу. Мы попробовали, раза два мы прокатались, два дня, наверное, для тренировки. Вот. Но тогда мне было 13, и я ни одного партнера за руку даже не держала. Вот. А Андрей был на пике своей формы, так скажем, и своей карьеры. Вот. В общем, не сложилось. И как-то так вот. И второй заход. Да, да, второй заход. Вот. Ну, так и получилось, что я приняла решение с тренерами совместно, приняли решение, что с Никитой кататься мы перестаем. Каждый идет по своей дороге, по своему пути. Что дальше? Думаю, ну, поищем, наверное, партнера мне. Потому что я понимала, что пропускать сезон — это путь в никуда. Очень трудно будет возвращаться, если я пропущу этот сезон в 19-20. Надо было как-то это все делать очень быстро. Но была проблема в том, что мальчиков не было. Никто не распался так же. И никого я ни о ком и, в принципе, не думала. Несмотря на то, что Андрей катался полгода уже у нас один в группе. Видимо, моя внутренняя гордыня говорила, что никогда не станется этим человеком в пару. Вот. Ну, не знаю, как-то даже не думали мы на этот счет. Я попробовалась с Федей Варламовым, это бывший партнер Дианы. Мы попробовали, тренеры сказали, что как-то что-то не то. Знаете, было такое ощущение, что мама с сыном. Ну, так вот получилось. Я предоставила полный выбор своего партнера своим тренерам. Как бы сказали они, так бы было. С кем надо, с тем пробуюсь, ничего. И Денис Арчи тогда уехал на Мир, на Чемпионат Мира взрослый. Его не было на тренировках. Сказал, ну, попробуй с Андреем. Чего нет? Ну, хорошо, попробуем. И как-то так все очень было ладненько, очень удобно. Мы покатались. Я написала удобно. Ну, ладно, покатайся еще завтра. Мы покатались еще завтра. Я поняла, что мне ничего удобнее стало. Вот, очень как-то мы так совпали в манере катания, в стиле, наверное. И плюс Андрей все-таки уже катался год или полтора, или, наверное, два у нас в группе. В общем, полтора года уже катался все-таки в нашей группе. И знает подход Дениса Эдуардовича, и там упражнения какие-то. И нам было удобно. Вот, и так вот я позвонила вечером Андрею, сказала, предложила встать в пару. Андрей, а ты ведь с Сашей катался в Одинцово Алексея Юрьевича Горшкова, да? Ваша пара распалась, потому что Саша, я так понимаю... Ушла в учебу. Ушла в учебу, да, поступил в престижный вуз. А что все это время делал ты вот до того времени, как перешел в группу к Денису Самухину, да? А в шоу пробовал или вообще хотел заканчивать? Заканчивать я точно не хотел, потому что вяжу в фигурном катании, мне это нравится. Я вот даже, когда с Сашей Плетневой расстался, понимал, что возраст такой, что на перспективу нет смысла в России кого-то искать. Потому что, ну, год кататься и потом посмотреть, как все складывается. Я вот был готов поменять государство. Я это обговаривал с Денисом Дуардуичем. И он сказал, что, ну, не все так плохо, как бы можно и в России с кем-то попробоваться. А Саша Плетнева, извини, была после уже... Саша Амельхиной, да. Но вот после Саши Амельхиной получилось так, что я 9 месяцев не мог девочку найти. По определенным причинам. Были варианты, с которыми я хотел стать. Но их отвергал тренерский состав мой, Одинцовский. И вышло так, что я стал Сашей Плетневой в пару. Тоже с ней, получается, прокатался ровно год. И она не видела смысла в продолжении своей спортивной карьеры. И как бы у него в учебе вроде бы тоже как-то неплохо получалось. И вот с середины ноября я катался один. Это было самое такое время, когда только сезон в самом разгаре. Тяжело. Да. Фактически никто не распался. То есть даже ни первенство, там другие чемпионаты какие-то даже не прошли. У нас там вот после четвертого этапа Кубка России это все произошло. И я вот как раз таки катался в шоу, чтобы, ну так, потому что на тренировке не то, что не было смысла ходить, но я понимал, что так я могу какого-то опыта набраться больше, как вот с работой со зрителями. И это как бы очень мне в этом помогло. И после шоу я уже начал полноценно активно ходить на тренировки. И пообщался много с Днесодаровичем насчет как бы девочек. Потому что в силу как бы его деятельности у него, ну он может определенных знать круплиц, у которых можно спрашивать насчет международной арены. Что да как там, с кем можно встать, кто там по слухам, что, на куда стоит посмотреть, на что обратить внимание. И как бы тоже было глухо. И мне вот, я сидел, играл в компьютер, тут мне приходится общение от госпожи Елизаветы Сан-Джоновны. Не хочешь ли ты? Да, давай посмотрим. Я тоже, вот честно, думал, что после того, как мы посмотрели, что, наверное, уже больше такого не будет. И когда я узнал о том, что они с Никитой распались, я как бы думал, что было бы очень классно стать вот с такой девочкой в пару, да. И как бы добиться чего-то в фигурном катании. И вообще, как бы, это гораздо проще, чем вот, знаете, набирать какие-то обороты. И вот, как бы, вот так вот мы в пару и встали. Ну, посмотрелись пару раз, да, естественно, очень понравилось все. Вот, знаете, ощущение такое было, что мы... Всю жизнь катались вместе. Ну, не всю жизнь, но где-то полгода. Ну, знаете, скатанность уже какая-то была. Комфорт в определенных шагах, движениях, позиционно тоже. Все очень удобно было. И поэтому, вот, с тренерами тоже общались, они сказали, что выглядим хорошо, взрослым. Как бы, есть определенные вещи, над которыми нужно работать, но, типа, все, что они видели, им очень понравилось. И когда встали в пару? Это было после чемпионата мира, то есть это конец весны, как я понимаю. Конец марта. 30 марта. Да. Что, ты не помнишь числа? И за это время... 30 марта мы встали в пару, полтора месяца из этого промежутка до 2 августа мы отдыхали, были в отпуске. Около трех месяцев. Три с половиной месяца, грубо говоря, да, мы катаемся в паре. Программы, насколько они вам нравятся, кто предложил музыку, тренеры, или вы сами какую-то инициативу проявляли, поскольку уже люди опытные все-таки? Музыку... Сначала мы определились с произвольным танцем. Это вокалист, солист группы... Вен Дирекшн бывший? Бывший солист группы Вен Дирекшн Гарри Стайлз. Очень интересный персонаж. Он, помимо того, что является вокалистом и работает моделью очень серьезных брендов, и как личность он очень такой разнообразный и серьезный парень. У меня очень забавная ситуация, когда в том году, как это бывает, на тренировки приходят спортсмены, и под раскаточку там ставят музыку, какая им нравится. И Андрей, еще тогда катаясь с Сашей Плетневой, я еще с Никитой, просто так поставил вот Signing of the Times, наш произвольный танец сейчасшний. Я сказала, какой классный трек, но он мне пригрозил пальцем и сказал, ты знаешь, я его бы хотела на следующий сезон, поэтому даже не смотри. И я тогда подумала, блин, как же жаль, что я никогда его не смогу прокатать, потому что Андрей его хочет. Ну, в результате все сложилось. Ладно, да, что мы оба кайфуем от этой композиции, и мы абсолютно влюблены в что в короткий ритм танец, что в произвольный. Отдельное спасибо, благодарность человеку, потому что музыку мы резали сами, обычно этим просто занимаются тренеры. Я тоже попробовала что-то, что-то тоже компоновала, никогда этим не занималась. Много мы работали именно сами в этом смысле, но произвольный танец предложил вот Андрей. Мы долго, относительно долго думали, искали какие-то еще образы, потому что музыка такая лиричная очень. И плюс еще, знаете, очень важен, очень важный параметр, это то, что вот с катанностью пара должна быть определенная. То есть мы на самом деле рассматривали больше вот все из этого стиля, знаете, такого любовного, легкого. Ну, тоже как бы и не из любовного. Лиза предлагала блюз, и мы понимаем, что... Даже тот же блюз, мы вот на тот момент, если сейчас мы более-менее так знаем, на тот момент мы вообще друг друга, вот фишки какие-то, у кого какой характер лучше получается, мы ничего не понимали в принципе. И вот какую-то тему выбрать было очень сложно, потому что мы за руку третий день держимся. Вот поэтому мы как-то думали, 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 приняли решение, что будет очень трудно накатать какую-то ярко-тематическую программу произвольную. И взяли вот Гарри Стайлза, чему мы несказанно рады. Да, безумно счастливы. А ритм-танец? С ритм-танцем было гораздо сложнее, потому что это очень... Ну, новый танец, да. Правил нынешних, это очень ограниченный круг выбора музыки. А, выборы музыки, да. Как бы вот в июне вроде бы какие-то реформы были введены насчет того, что можно там из мюзик-фильма или из мюзиклов прокатать серию, а дальше можно брать там плюс, ну все, знаете, вот из джаза. И мы уже только на сборах смогли определиться с нашим ритм-танцем, с тем, под что мы будем катать именно с Титаем Фокстрот и какие еще части будем добавлять, ну какие треки выбирать. Мы тоже рассматривали много вариантов. Вот нам очень понравился фильм, мюзик-фильм «Величайший шоумен». Я даже в редакторе музыкальном пытался создать нужный бит, включил Денису Анардовичу, но он сказал, что там как бы... Звучит некрасиво, и сразу видно, что вот ребята подкорректировали, чтобы подошло... Искусственно. Искусственно сделали, и это не звучало правильно по квадратам музыкально. Плюс какие-то множество мюзиклов интересных невозможно было рассматривать, потому что в них нету фокстрота. А на тот момент еще как-то не было еще правила, что именно серию можно откатать под любой фокстрот. Не обязательно из мюзик-фильма. Потому что с музыкой-то мы определились еще до отпуска, а постановкой занялись только в конце сборов. И, собственно, доставили мы ритм-танец за неделю, наверное. Поставили мы его, закончили 15 июля, две недели назад. И не совсем еще, да, накатаны. Да, да, не совсем еще, в принципе, мы скатаны, программы накатаны. Вот, поэтому было трудно. Достаточно, можно сказать, что La La Land это все-таки такой вариант, как знаете... Ну, наверное, все будут кататься на La La Land, потому что это самое очевидное. Музыка очень хорошая, очень серьезная, фильм очень интересный, стимулирующий, вдохновляющий. Но мы, правда, очень непосредственно за то, что это будет на каждом старте у нескольких пар. Да, так и получилось. Да, так и получилось, что мы приехали на тренировку, и вот наши товарищи и коллеги... Да, в одной же группе. В одной же группе. Но наша задача будет выделяться, чтобы это был не еще один La Land, а La Land у этой пары. То, что вот есть La Land у Ходобердиева и Филатова, а потом у всех остальных. Образцово-показательного La Land. Да, да, вот мы будем стремиться к этому. Ну, пара новая. У вас сейчас все начинается как бы как в первый раз, да? Да. Поэтому я желаю вам, ребята, успехов. Спасибо. Чтобы все у вас получилось. Спасибо. Спасибо.